Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотела поблагодарить организаторов конференции за возможность выступить в этой аудитории. Пару фраз. Эта работа проводилась в рамках государственного задания ФМБА России. Тема звучала как использование эмболизации простатических артерий у больных раком предстательной железы. Много вопросов было по организации. Проводилась эмболизация по КСГ. Если брать клинические рекомендации, то, естественно, в клинических рекомендациях по лечению ракопростаты нет такой методики. Но она есть в клинических рекомендациях по лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы. В рекомендациях это звучит недословно, конечно, но по смыслу. В том случае, если мы не можем выполнить трансуратуральную резекцию, либо другие методики хирургические лечения, аденома простаты методом выбора в данной ситуации является эмболизация внутренних просупращений по статических артерий. То есть, соответственно, клинические рекомендации есть при аденоме. И работа, как я уже сказала, была выполнена в рамках НЕОКР по государственному заданию. Итак, все мы с вами хорошо знаем, что рак предстательной железы – достаточно широко распространенная патология у мужчин, особенно у мужчин пожилого возраста. Максимум встречаемости – это от 60 где-то до 64 лет. К 80 годам практически 80% пациентов будут иметь тот или иной объем, либо фокусы рака предстательной железы. В этой же возрастной категории диагностируется максимальное количество аденома простаты. Если у пациентов до 50 лет – это до 30%, примерно, до 50 – это 42%, а вот у пациента старше 80 – это уже 80%. То есть большинство пациентов имеет ту или иную стадию доброкачественной гиперплазии предстательной железы. При этом увеличение объема простаты в разных рекомендациях по-разному пишется, но в основном все, что больше 60 сантиметров кубических, подлежит лечению. Все, что больше 60 сантиметров кубических, вызывает так называемый синдром нижних мочевых путей. И у пациентов старше 60 лет, также мы с вами хорошо знаем, имеется выраженная сопутствующая патология, которая ограничивает применение хирургических вмешательств. Показаниями для выполнения амбилизации простатических артерий в нашей группе пациентов – это было 54 пациента, на настоящий момент их чуть больше, но включено именно это количество, которых мы прооперировали с декабря 2021 года по настоящее время. Первое – это большой объем предстоятельной железы, который препятствовал проведению специфической противопухолевой терапии, а именно высокодозной брахитерапии. Пациенты все были возрастные, от 63 до 84 лет, в среднем это было 73 года. И в случае 80 кубиков и выше, как я уже говорила, первым этапом была гормонотерапия. Опять же, по клиническим рекомендациям, если она не приводила к эффекту, то выполнялась амбилизация простатических артерий. Макрогематурия, мы все знаем прекрасно, что это показания для выполнения амбилизации у пациентов старшего возраста, и хорошая, эффективная методика, поэтому о ней мы говорить не будем, потому что всем понятно, что амбилизацию делать надо, если у пациентов есть макрогематурия, независимо от стадии рака простаты, будь то амбилизатический рак, либо локализованный рак, если мы ничего другого сделать не можем. И, как я уже сказала, симптомы нижних мочевых путей, они являлись показаниями уже субъективными для проведения амбилизации. Если говорить о локализованном раке предстательной железы, то на этом этапе именно симптомы нижних мочевых путей будут являться тем, что будет беспокоить пациента. Никак по-другому рак простаты себя на начальных стадиях не проявляет. Он локализуется чаще всего в периферической зоне. Да, и еще что хотелось бы сказать, если основные узел аденома в центральной зоне, то здесь симпализация мало будет эффективна. К сожалению, это так. Противопоказания для амбилизации общие для любого эндоваскулярного лечения. Это непереносимость рентгеноконтрастных веществ, острые инфекционно-воспалительные заболевания простаты мочевыводящих путей, потому что наша амбилизация просто увеличит вот этот воспалительный процесс в простате. Почечная недостаточность, астма, ранний период после инфаркта либо инсульта, флотирующие тромбы и окклюзионно-стенотические поражения подвздошных артерий, но в той зоне, которая будет препятствовать проведению наших инструментов. С одной стороны, с другой стороны, мы помним, что у нас есть разные доступы. Это может быть, если, допустим, есть поражение на подвздошных сегментах, он сложной геометрией, мы всегда можем воспользоваться верхними доступами, поэтому это, конечно, очень относительное противопоказание. Но, тем не менее, методика достаточно стандартна. Наша задача увидеть простатическую артерию и выполнить ее амбилизацию. Мы использовали частицы поливинила-алкоголя 150-250 микрометров. Если у вас есть для этого имбазин, то на шаг больше можно использовать. Имбазин, амбосферы, неважно, сжимаемые частицы сферические, если у них есть эффект сжимаемости, у контура этого эффекта нет. Можно на шаг больше брать, скажем там, 200-300. Первая неприятность, с которой мы сталкиваемся, как эндоваскулярные хирурги, это множественный вариант отделения внутренних подвздошных артерий. Нам нужно увидеть, где какая артерия, то есть ее нужно идентифицировать и потом уже разобраться, куда идти дальше. Семь вариантов отхождения простатических артерий. Чаще всего это артерия под эндэнтерна. Хорошо на бумажке, особенно когда это подписано. Но гораздо хуже, когда мы с вами выполняем ангиографию. К сожалению, эти артерии не всегда очевидно простатические. То есть порой бывает сложно идентифицировать, что кровоснабжает тот или иной сосуд. Вот эти все сложности, а именно геометрия внутренних ветвей, геометрия ветвей внутренних подвздошных артерий, сами подвздошные артерии, число простатических артерий. Их может быть не две, правая и левая, а четыре, по две с каждой стороны. Возраст пациента, масса тела пациента. Все вот это вот приводит к достаточно длительному времени процедуры. Вот я посмотрела по литературе. Длительность процедуры может достигать, в общем-то, трех с лишним часов. И скопическое время, при этом 55 минут в среднем. И эффективная доза тоже достаточно высокая. То есть все вот эти факторы. И вот я даже нашла статью. Это 15-й год и лучевые повреждения кожи при выполнении эмболизации простатических артерий. 310 минут общего времени процедуры и 72 минут скопии. Ну, вопрос, надо ли так долго это делать, остается за скобками. Какие у нас есть возможности для того, чтобы облегчить нам жизнь? Прежде всего, возможность аппарата. Это дословный перевод, конус-лучевая компьютерная томография. Именно аппаратные возможности, которые нам нарисуют трассу доступа, покажут, куда нам идти. Ну, а дальше уже, насколько у нас есть необходимые микроинструменты для того, чтобы это сделать быстро и адекватно. У нас этой возможности нет. Я думаю, что есть лаборатории, где нет такой возможности. Также мы имеем обычный ангиограф без подобного программного обеспечения. Поэтому на первом этапе, если мы предполагаем сложную анатомию, а это, как правило, пожилые пациенты, гипертоническая болезнь, для того, чтобы увидеть трассу хорошо, предварительно оценить трассу и выбрать угол атаки, для катетеризации можно выполнить КТ-ангиографию. Вот она нам покажет. И, кстати сказать, заранее мы можем выбрать доступ. Потому что, когда мы имеем полное кольцо подвздошных артерий, такие мощные извитости, то иногда рационально перейти, не перейти, а начинать уже с лучевого, например, или плечевого доступа, в зависимости от того, какие у вас инструменты есть, длину инструментов. Вот мы попробовали провести, особенно поначалу, первый год мы не делали КТ, а потом сделали, и посмотрели, что у пациентов на 55% меньше дополнительных серий, когда мы выполняем ангиографию для поиска оптимального угла атаки. Мы все знаем, что для катетеризации простатических артерий ангуляция 35% на стороне катетеризации и ангуляция каудальная 10%. То есть это стандартное положение ДСДУГИ. Но, тем не менее, как я уже сказала, больше половины пациентов понадобились дополнительные серии, в среднем 8 серий, и увеличение, соответственно, эффективной дозы только на поиск оптимального угла. Помогите мне, пожалуйста, у меня почему-то не листается кадр. Спасибо. Дальше технически все достаточно понятно. Мы выявляем простатическую артерию, в нее пытаемся встать. Если много извитостей, значит, соответственно, встать сложнее. Но, тем не менее, довольно много времени порой надо, какие же могут быть осложнения. Вот мы видим, я представила ангиограмму, это повреждение артериальной интимы. По литературе примерно мы укладываемся, это до 1%. Сейчас попробую показать. Нет, не увижу. Не получается у меня. Интима была повреждена им, интима передней порции внутренних подвздошных артерий, крайне правая картинка. Видите, контрольное исследование. Собственно, субинтимального этого уже нет. Мы не видим вот этого субинтимального повреждения. Какие неприятные осложнения могут быть? Это ишемическое повреждение соседних органов. Это прямая кишка, мочевой пузырь и половой член. Что нам нужно сделать для того, чтобы избежать подобных неприятных событий? Прежде всего, идентификация той артерии, в которую мы вводим имболизирующий агент. Ну, такие небольшие веселые картинки. Если мы видим ангиограмму, похожую на крыло у бабочки, то это артерия пудента интерна. Она может отходить одним стволом либо открыться на стомозе в процессе выполнения этапной ангиографии. Похоже на горб верблюда, это, скорее всего, будет артерия нижняя мочепузырная. Ректальная артерия выглядит похожа на половину морковки. Если мы видим просто шарик, то это, скорее всего, простатическая артерия. И самая неприятная, с чем мы можем столкнуться, похожа на ступеньку, это пенильные артерии. Вот это надо избегать прям вот совсем, потому что иначе могут быть некрозы головки полового члена. Следующий слайд. Перелесните мне, пожалуйста. Что-то у меня не работает. Да, спасибо. Что можно сделать? Что можно сделать для того, чтобы избежать подобного? Если мы технически не можем закатеризировать простатическую артерию для безопасного введения эмболизирующего материала, мы можем использовать тот или иной вариант перераспределительной эмболизации. Для этого хорошо работает микроспирали. Вот вы видите красная стрелочка на крайней ангиограмме. Она показывает анастомоз между правой простатической артерией и мочепузырной артерией. Дальше два пунктирных окружности, локализация спирали, контрольная ангиограмма, которая показывает отсутствие кровотока в мочепузырной артерии. Вот это адекватная установка катетера для введения частиц. То же самое мы можем использовать при перераспределении и при простатаректальном варианте строения, при анастомозах с внутренней и срамной артерией. То есть вот такие моменты нужно использовать, и тогда у ваших пациентов не будет осложнений ишемических. Контрольная точка для оценки результатов у нас была ровно через месяц. Если вы обратите внимание, статистически достоверно уменьшается сумма баллов IPSS, которая напрямую отражает выраженность симптомов нижних мочевых путей. Что касается уровня простатспецифического антигена, объема остаточной мочи, объема простаты, все это статистически достоверно уменьшается, кроме объема предстоятельной железы. Через месяц объем уменьшается не настолько много, как нам бы хотелось. То есть основной объем и по нашим данным, и по данным литературы 3-6 месяцев после мобилизации, тогда мы видим пик уменьшения объема простаты. Но мы видим увеличение скорости как максимальной скорости мочи и спускания, так и средней скорости мочи и спускания. В целом у 6 из 7 пациентов с эпицестостомой была примерно в первые 2-3 недели эпицестостома была удалена. У 16 пациентов, которую мы планировали на брахиотерапию высокодозную, она была проведена, и что самое важное, не было осложнений, связанных с острой задержкой мочи. Почему нельзя делать брахиотерапию пациентам с симптомом нижних мочевых путей большим объемом простаты? Именно из-за этого возникает отек и острая задержка мочи и спускания. И несмотря на то, что объем простаты все-таки был достаточно большой, до 95 кубиков, задержки мочи и острые при брахиотерапии у наших пациентов не было. Трансуртральная резекция была выполнена у 4 пациентов. Это как раз те больные, у которых поражение было в центральной доле. У одного пациента радикальная простатоктомия. Собственно, мы к этому больному и готовили. Остальные пациенты находятся на динамическом наблюдении в соответствии с клиническими рекомендациями. Итак, когда можно рекомендовать проведение этой методики у пациентов с раком простаты? Первое – это в том случае, если к нам поступает пациент с симптомом нижних мочевых путей и неэффективностью, либо отсутствием возможности проведения гормональной терапии. Это является первой линией устранения симптомов нижних мочевых путей. Если она не работает, либо невозможна проведения, то в данной ситуации можно рекомендовать проведение эмболизации простатических артерий. Основная тактика лечения таких пациентов должна быть проведена в соответствии с клиническими рекомендациями. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова